Прекрасная работа. Я купил пять экземпляров этой работы для венгров, болгар, двух татар. Очень хорошая работа. Она стоит всего 195 рублей. В Чуварском книжном издательстве вышла и продается вот в национальной книге здесь. Пожалуйста, уважаемые краеведы, вас сколько? 200 человек, да? Лев Архипович, где президент наш? Вышел, да? Вот, ну, Лев Архипович, заместитель президента, да? И тоже заместитель президента Станьял. Вы все знаете, два руководителя. Вот, то есть, где-то поставить на вопрос о закупке, чтобы каждый краевед Чуварской республики имел такую книгу. Здесь вкратце, здесь историография вопроса, да? Но я просто о том вопросе об этногенезе чуть-чуть скажу, так как время ограничено. Вот, смотрите, здесь первая часть основной историографии проблемы, да? Вот, и он критикует здесь и татарских авторов, и Закиева, и Алишева, и других, которые занимаются фальсификацией нашей проблемой. Здесь Василий Дмитриевич, не стесняясь, аккуратно, с научной позиции, аргументированно все это говорит. И вот здесь, смотрите, это четыре этапа этнической истории эры язычного чувасского народа. Я всегда просил, и вот Сергея тоже, Сергеева тоже говорю, вот он не слушается, к сожалению. Всегда, краеведы, вы должны писать, как Василий Дмитриевич. Вот эта книга должна быть базовой книгой у вас, настольной книгой, как Библия для верующего. Потому что это правильное, это, ну, может, слово не то, классическая история болгара чувасского народа, или носителей, как Василий Дмитриевич пишет, видите, да? Носителей, смотрите, да? Четыре этапа этнической истории эры язычного чувасского народа. То есть термин носителей эры язычного народа, или языка, тире языка народа. Вот, и он четыре дает, видите, центрально-азиатский, то есть Алтай, вот о чем вы сказали, влияние Китая, да? И вот здесь я тоже у себя издал влияние Китая, более ста слов китайских, здесь тоже есть. Вот, и то, что вы говорили о Китае, это правильно. Вот, и Василий Дмитриевич к этой же концепции придерживается, то есть шаракани у него нет. Второе, смотрите, северокавказский, только он пишет северокавказского, северопричерноморского этапа. То есть вот это мы говорим как Атила, империя Атила, так? Потом мы говорим об Великой Болгарии, Великой Болгарии, да? Кагана Кубрата, затем что мы говорим? Хазарский Каганат и Суварское царство, или Савирское царство Алпелитвера в составе Хазарского Каганата. Это чисто стопроцентная наша болгаро-чуварская история. То есть не надо шарахаться куда-то в скифе и прочее, прочее. Элементы, да, вошли. Скифы вошли, сарматы вошли, саки и так далее. Такое, да, но общее, как вот у Василия Дмитриевича. И вот Ворско-Камский этап. И вот на Ворско-Камской, обратите внимание, уважаемые коллеги, вот я здесь принес карту, да, вот она, видите, да? Вот она, Ворско-Болгария. И старайтесь писать, как Василий Дмитриевич, как положено. Не О, вот у нас, кто здесь сейчас говорил? О, это Копчатский вариант. Здесь обсуждали когда. О, говорили все болгары, говорили на О. Вот так надо. Ворско-Болгария, ну, Русь, понятно, да? Вот, то есть наша территория, вот она была. Татарский не все включают. Вот, вот, уважаемые коллеги, не хочется критиковать. С Виталием Петровичем я сказал, Виталия Петровича, профессора же, знаете, где я сам видел, где-то ошибка. Ну, что делать? Пролетело в типографию. Вот, смотрите, что делали. Вот, это Казанский период. Чуваши где? От Чебоксар до Суры. И все. Загнали нас туда. А оно же, вот, Болгар, Болгар на другой стороне. Симбирск, вот из Симбирска, вот сейчас он приехал, это вся Чувашская территория. Точки должны были здесь быть. И здесь, где Болгар, Беляр, Сувар, вот сейчас об этих городах же говорили, выступающие, так? Так или не так? Так. А это же все Чувашские. И еще ошибка, смотрите, Арск, вот один товарищ выступал, Арск, истреблен был Чуваши, да, было такое дело. То есть татарам удалось натравить. Это самые богатые арские крестьяне. Не крестьяне, а князья. И Василий Дмитриевич об этом пишет. И все другие наши. И Каховский, Василий Филиппович Кузнецов, Иван Данилович, Котов Вадимович, Денисов, другие все. Вот, Иаш Валич. И вот, а здесь, видите, луговая сторона, арская сторона, она вот здесь должна быть. А здесь горная сторона. Но мы об этом не будем. Это ошибка. Потому что это не Чувашскую они взяли. Виталий Петрович сказал, мы русскую взяли. Вот, и не обратили внимания. Ну что, самое главное содержание. И вот завершаю выступление, да, вот смотрите. Вот называется, горская камская, да, он пишет. Он, вот здесь, профессор Ефимов Лев Архипович сказал, да, очень правильно, да, насчет Золотой Орды, иго нету, говорит, теперь по новой концепции, нового учебника федерального для школ. Он правильно сказал, Ефимович. И вот, а у Василия Дмитриевича, как получается, вот этот период, и потом монголо-татарское нашествие, так скажем, да, он вписывает, смотрите, делик, видите как, да, в Орско-Камский этап с конца 7-го до 60-х годов 14-го века. Видите, и отдельно Казанский этап, вот так, Казанский этап. Вот, я объединяю, потому что, вот Лев Архипович знает, да, вот мы считаем историки, вот, ну, Василий Дмитриевич, он имеет свое видение, но общепринято стандарт, что осколок Золотой Орды, это и, так скажем, Сибирское ханство, и Казанское потом будущее ханство, и Ногайская Орда, и Большая Орда, и даже вот, что говорили о Крымском, вы выступали о татарских, о крымских татарах, и она, это осколок Золотой Орды, вот, но это его позиция, Василий Дмитриевич, вот, то есть я в завершение хочу поблагодарить нашего президента, молодец, то, что, а вообще хочу сказать, инициативу поднял Лев Архипович, вот, спасибо, молодец, на конференции, вместе, конечно, но он первый сказал, что Академия наук и искусств должна провести такую конференцию, ну, это круглый стол, одно только может, смотрите, вот, разреши, да, президент, татар мы хотели, то есть не мы хотели, а они хотели к нам приехать, но мы сказали, пока мы все поговорим здесь, сами, а следующее, вот, сейчас вы скажете, когда будете проводить, уже татар вы уже пригласите сами, как на ваше усмотрение, вот, и спасибо за приглашение, вот такая книга, это должна быть настольной книгой каждого краеведа, каждого краеведа, каждого чулаша, и вот все краеведы не шарахаться должны, мы должны, время все, извините, мы должны к общему знаменателю, нет, не уходите, Станьяр должен выступать, и потом фотографироваться будем. Так, у нас, значит, поступило заявление президенту Народной Академии, вот уже предложение было, вот Токмакова Василия Геннадьевича, он пишет, я не буду выступать, прошу принять меня члены Чуваши Народной Академии науки и искусств, вот, мы обсудили этот вопрос, члены президиума, и выносили на нем не предстоит, вот такое заявление, мне кажется, надо выкрыть, и голосовать, кто за то, чтобы уважаемого профессора Токмакова Василия Геннадьевича принять, члены Чуваши Народной Академии науки и искусств, прошу голосовать. Спасибо.